Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос по ребёнку, как выжить одной с гиберактивным ребёнком. Сыну 4,5 года, он очень активный, он не может заниматься ничем спокойным. Бывший муч бросил меня после 10 лет совместной жизни, когда сыну было полтора года. Сказал, что вечером хочет спокойно смотреть фильм с бокалом вина, а мы утраиваем за ртом. Сын с рождения был очень активным и беспокойным. Сказал, что у других людей и детьми всё по-другому, не так трудно, как у нас. Я обвинил за всем меня. У других людей и правда всё по-другому, потому что у них дети спокойнее. Я живу одна с сыном уже 3 года, а сказать, что я вымытый, на это ничего не сказать. Энергии не хватает почти ни на что, кроме ребёнка, работать нормально не получается из-за постоянных больничных. Сын 2 недели ходит в сад, потом 2 недели болеет. Ребёнок мало спит, встаёт в 6-7 утра, ложится в 22 вечера. У меня нет энергии, чтобы как-то наладить личную жизнь. Нет энергии на своё влечение, работать тоже не получается. Раньше я успокаивал себя тем, что к 5 годам сыну станет легче. Но нет, он всё так же требует постоянного активного внимания. Эх, ему со мной скучно, так как я не могу обеспечить его потребность в активностях. У меня нет сил на общение с другими родителями, так как в редкие периоды отдыха я хочу только побыть одна, и чтобы меня никто не дёргал. У меня нет сил ни на что, у меня нет сил даже на воспитание ребёнка, на выстраивание личных границ, как советуют. Я еле ползаю, чтобы как-то прошёл ещё один день, и чтобы можно было лечь спать. После развода я ходила на психотерапию несколько месяцев. В итоге психолог мне сказал, что терапия не помогает, так у меня нет сил, чтобы пройти через терапевтическую работу. Поэтому работа стоит на месте. Посоветовала облегчить свою жизнь, а потом идти в терапию. Вы знаете, я думаю, что... Ваш вопрос конкретно требует, скажем так, ну, дополнение требует ваш вопрос. То есть, вот вы говорите о том, что... Как выжить, да? Вот. Ну, тут важно, наверное, понять, что вы имеете в виду, говоря о выживании. То есть, ну, что вы, вот... Что вы подразумеваете под этим. Вот. Потому что, на мой взгляд, тут могут быть определённые, скажем так, дефиниции. Вот. Да, вы описываете человека, который достаточно активен. Да, вы... Вы говорите о том, что... Ваш, вот... Ребёнок... Он... Время требует внимания. Но я не очень... Вот. В данном случае я не очень, честно говоря... Понимаю, вот, что на данный момент не позволяет вам оставлять человека, ну, вот, в каком-то смысле, да, наедине с собой. То есть, почему вы, вот, такое у меня складывается ощущение, да, такое у меня складывается чувство, что вы не можете оставить его на... Ну, один на один, значит, с собой, да, и просто, вот, позволить ему, например, делать то, что он, ну, к примеру, хочет, да, то, что ему, к примеру, нравится, и всё. Вот. То есть, в чём, в чём, вот, в данном случае проблема, ну, конкретно, конкретно у вас. Мне кажется, проблема в том, что вы не можете ребёнку, ну, сказать нет. То есть, проблема заключается в том, что вы не можете своему ребёнку как-то отказать. Вот. И вся ваша жизнь, она, вот, как будто бы построена вокруг вашего ребёнка. И если говорить о, ну, скажем, скажем так, если говорить о возможных, вот, каких-то проблемах, то я бы сказал, что в первую очередь проблема заключается именно в том, что такое ощущение, такое чувство, что вся ваша жизнь, она построена именно вокруг, ну, вашего ребёнка. Вот. И, в общем и целом, это очень, ну, очень похоже на элементы гиперопеки, как будто бы, то есть, вот, с вашей стороны, по крайней мере, как будто бы, имеет место, имеет место быть вот эта вот гиперопека, когда вы, значит, ну, боитесь оставить ребёнка, там, над ней с собой и прочее. То, что ребёнок болеет, да, вот, ну, как вот вы говорите, да, что, ну, две недели ходит в сад и две недели болеет ваш ребёнок, вот это очень похоже на гиперопеку как раз. То есть, дети, которые, ну, дети, которые, значит, сталкиваются с гиперопекой, они как раз болеют. Вот, они как раз болеют, вот, в этом смысле они болеют, значит, в той или иной степени, чтобы, ну, как бы, оставаться в этом смысле с родителем. Вот. То есть, это вот такой момент, да, он, ну, ну, он, он для нас этот момент может быть неприятным, конечно, вот, но, на мой взгляд, лучше, ну, лучше будет, если вы сейчас обратите на это своё внимание всё-таки. Вот, поэтому, действительно, здесь важный момент, что вы, вероятно, чувствуете что-то вроде вины. и стыда перед ребёнком, то есть вы чувствуете свою вину перед ним, и вам стыдно, возможно, опять же, ну, за него. И это всё вместе даёт, это всё вместе не может мне давать, вот, той реакции, о которой вы пишете. Дальше, значит, вы говорите следующее, ну, вы пишете следующее, значит, вы пишете о том, что, я думала, что, к, к пяти годам, вот, значит, всё будет хорошо, ну, то есть будет, будет полегче. На мой взгляд, да, вот, ну, пять лет ребёнку ещё не исполнилось, как бы, вот, поэтому вполне возможно, что полегче ещё и будет, хотя я отдаю себе отчёт в том, что, возможно, вас это не успокаивает. Я бы рекомендовал проверить, значит, как-то вот, проверить ваше здоровье на предмет депрессии. Потому что вот мне, например, ну, мне показалось, что у вас есть такие элементы либо депрессии, да, либо депрессивного состояния. Ну, это, это, ну, ну, понятное дело, что не точно пока. То есть это вот, ну, просто, в данном случае, в данном случае это просто мои предположения и не более того. Вот, то есть, само собой, я не знаю наверняка, есть ли у вас, вот, депрессивное состояние, если у вас депрессия. Вот, но мне кажется, что проверить нужно, потому что отсутствие у вас сил, да, такая подавленность, вымытанность, это вот, может быть связано с этим. Конечно, оказывает существенное влияние то, что вы одна, то есть вы говорите, что вас бросил муж. Это очень серьезное влияние может оказывать, а оказывает, скорее всего, на вас. То есть право, право развода, она может быть достаточно сильной. Вот. И я повторюсь, что ваш вопрос, он не совсем понятен. Да, то есть вы говорите просто о том, что у вас нет ни на что сил, да, вы говорите, что ни на что нет сил, а от чего же вы хотите? То есть, если у вас нет ни на что сил, значит, основным приоритетом является ваше здоровье сейчас. Вот. Ну, это посмотрите, посмотрите, если вы сможете заниматься своим здоровьем, да, если вы сможете это делать, вот, то хорошо. Если нет, если вы не сможете, то можно говорить о созависимости, то есть вы вот в какой-то степени находитесь в влиянии с ребенком, вот. И этот процесс, он, ну, процесс работы с влиянием, он не быстрый. Два месяца, которые вы описали, да, работая с психологом, да, то есть несколько месяцев говорить, вот. Но это, скорее всего, мало, скорее всего, недостаточно, вот. Поэтому тут вот довольно странный момент, что психолог вам сказала, что терапия не помогает. То есть, ну, действие терапии, оно имеет, как правило, такой, ну, накопительный эффект, да. Вот, и здесь не нужно спешить. Вот. Многое зависит еще от вашего отношения к психологу, то есть, если вот получается, допустим, выстроить, значит, ну, доверительные отношения, да, если получается, выстроить доверительные отношения с психологом, то это одно, это хорошо. Если получается. Если нет, если не получается, то тут, ну, вот, в таком случае, конечно, могут быть серьезные проблемы, проблемы. То есть, опять же, вопрос здесь, он касается того, насколько вы смогли выстроить отношения с психологом. Вот. Дальше, значит, гиперактивность вашего ребенка. Связана ли она с его здоровьем? То есть, здоровь ли ваш ребенок психологически, психически и физиологически. Вот. Это очень важный момент, потому что, если есть какие-то проблемы, то их нужно решать. Вот. Если ваш ребенок здоров, если ваш ребенок здоров и здоров, если ваш ребенок, скажем так, ну, полностью, да, то в таком случае ему… В этом смысле ему нужна именно вот что… Помощь как раз таки в том, чтобы научаться в первую очередь обходиться самому. Получаться таким… Как бы. То есть, эээ… Ну, вот. Эээ… Свои… ээ.. Свои… эээ… Свои… ээээ… Свои силы. Сделать это сээ… эээ… Довольно сложно, если… Ээээ… Эээ… …яээ… Эээ... Эээ… Эээ… Свои… Ээээ… Ээээ… Своё, да, и всё время своё уделять ему. Вот. Поэтому ситуация здесь, она такая. На мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно выстраивать лишние границы с рыбинком. И на это не нужны силы, как и на то, чтобы заниматься, например, той же психотерапией, да, силы не нужны. Ну, я имею ввиду усилия, да, усилия не нужны для этого. Вот. То есть, вы вот говорите, да, что там вот, ну, что ни на что у вас нет сил. И я прекрасно вас понимаю, я прекрасно понимаю, что у вас, ну, действительно вот, ни на что может не быть сил. Вот. Но хочу всё-таки, всё-таки вот сказать о том, что и не нужны силы. Достаточно просто научиться слушать себя. Вот, эм, как-то, как-то так. Как-то так. Значит, первое, это ваше здоровье. Ну, физиологическое здоровье. Это психологическое здоровье. Второе, это травма развода с мужем. Она влияет, скорее всего, ну, влияет довольно, довольно сильно на вас. И третий момент, это история личных границ, эм, значит, эм, история личных границ, эм, вас и вашего ребенка. То есть, вот, необходимость их устраивает, их устраивает, этих самых, эм, личных границ. Вот. Но не, эм, но не с позиции сил. Как вот это вот. Сейчас вы, эм, эм, ну, демонстрируете, да, показываете. Вот. То есть, эм, здесь, здесь вот, эм, не нужны такие усилия, о которых вот вы говорите. То есть, я бы сказал, что, эм, у вас просто неверный был подход к терапии, к психотерапии. Вот. Неверный просто подход, ну, в этом нет ничего страшного, в том, что он неверный. Эм, можно вам помочь. Все, 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 все равно. Такая вот история. Повторюсь. Конкретизируйте свой вопрос. Вопрос на то, эм, запрос точнее. Касается ли он того, что вы хотите, эм, разобраться в себе? Касается ли он того, что вы хотите выстроить отношения с ребенком? Касается ли он того, что вас беспокоит, эм, значит, ну, отсутствие личной, личной жизни и прочее? Обязательно, эм, сформулируйте, эм, свой запрос. Потому что сейчас он выглядит, эм, значит, эм, слишком общим. И, эм, вот, к моему большему сожалению, эм, ну, по сути, в, в, никуда. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что, эм, мой ответ, эм, был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Продолжение следует. Продолжение следует...